По материалам, по искусственным, я бы еще хотела вам сказать про достаточно новый материал, но не могу сказать, что очень новый, но не все его знают, но все из них знакомы. Это творог с винил. Вот, если хотите, я дам. Исторонний. Чем интересен материал? Это винил, смешанный винил, причем в первичной переработке есть винил разных. Вот, переработок, и в зависимости от того, какой используется винил, есть запах, есть без запаха, как любой искусственный материал. Винил первичной переработки, смешанный с песком. За счет этого получились и свойства смешанного, очень интересные. Керамогранит, чем мы любим? И раньше, в старых, допустим, ремонтах, летущие 10-15 назад, всегда кухня, коридоры, ванны застилались исключительно. Керамогранит. Это тот материал, который абсолютно не боится воды. Пролили воду, ничего страшного не будет. Вот, на сегодняшний день появилась альтернатива. Пожалуйста, используйте кварцвини. В отличие от керамогранита, кварцвини не требуют укладки теплого пола. Это теплый пол, это отдельная плесня. Так вот, целый, можно семинар про него говорить, про его сложности и проблемы, которые он вызывал. Дело в том, что керамогранит сам по себе холодный, гулкий, скользкий. Мы укладываем под него теплый пол. И вот я, допустим, столкнулась с такой проблемой в своей личной квартире. Через 6 лет у меня теплый пол умер. И я получила холодный керамогранит. Поднимать его теперь я не могу, потому что эти колеси уже давно не было. Мне все, вам, мне не хочется, и вот так вот мы теперь живем. Если вы постелите вот этот вот кварцвини или себе, либо посоветуйте сантеаташика, вы избежите этой проблемы. Потому что кварцвини сам по себе, ну вот он сейчас с улицы, он холодный. Если его положить, он намного теплее, чем на меня. Своему сыну мы постелили именно вам, именно кварцвини. Именно из этих соображений. Он так же, как керамогранит, он написано, что не боится воды. У него замечательный гигиенический сертификат. Он может быть использован в детских, школьных, в лечебных заведениях. То есть у него никакой энергии токсических веществ в воздух нет. Пожалуйста. Но поскольку он очень тонкий, как правило, он идет, да, толщиной 2,5-4,5, ну максимум до 6 мм. Естественно, как любое тонкое покрытие, ну вот это стилин, допустим, тонкое покрытие на перепаде, он требует хорошего основания, ровного. А подложка какая-то нужна? Подложку вы можете использовать, на него есть родная подложка. Она, знаете, похожа на эксклюидированный пенополистирол, толщина у него 2 мм. Это плавающий способ. Да, это плавающий способ. Мы еще и можем приклеить. Если вы используете его ванну, ванное помещение, вот как мы сегодня использовала, то можно его тогда приклеить. На бетонное основание, либо, допустим, квадрофа у меня приклеила на старый керамогранит. Потому что у меня в кухне лежал керамогранит, ремонт очень давно был сделан. И когда долго живешь на керамограните, во-первых, неприятно ходить по нему, жестким, ну, если не в тапочках, а в босиком. Второе, посуда падает, и вот эти вот мелкие осколки, которые надо ползать, забирать, иначе кто-то на них на полице. И третье, что ей еще очень не понравилось керамограните, там у меня такой вот пестровательный рисунок, немножко на нжет похожий. И там белый шевчик. И вот она за одной щеткой вот эти жирные пятна вытирала, она говорит, достаток. Вот, постелила прям по верху, положили керамогранит, куда не убирали. Чем еще хороша вот эта толщина тонкая, вот помимо того, что он тонкий, у него есть как бы вот минус тучки, он может сыграть на неровностях, но то, что он тонкий, он позволяет сделать локальный ремонт, допустим, коридора, либо ванного помещения, либо кухни. При этом вам не придется переделывать двери. Под дверями на сегодняшний день зазор составляет от 0,5 до сантиметра. И если вы попробуете поверх существующего покрытия постелить ламинат или что-то с другой, столкнуйтесь с тем, что надо что-то делать с дверями. Двери не закрываются, не открываются, либо подпиливать красивые двери, жалко. И ровно не получится, либо ж не знаю, как, что-то делать, либо косяк вообще здесь переделывать. Вот. Если вы постелите вот это покрытие, проблем нет? Пожалуйста, дверь будет открываться и закрываться. Вот. Основные недостойства, то, что я сказала вам, это определяется вот его составом. Абсолютно не боится воды. Не эстетичный материал, что мне дико нравится, он абсолютно не скользкий. Если вы его постелите в ванное помещение, никогда ни ребенок, ни пожилой человек, который может прийти в гости к этой семье, не поскользнется. Потому что он пробует у мужчину, вот тену, вот, на пол, да? И надо не действовать. Вот как твой дактор, невозможно сделать, буксует на дактор. Для детей получается актуально, во-первых, при падении маленького ребенка на пол, на керамогонит, ну, очень жалко ребенка. Здесь более пластичная, более гибкая корректность. И, соответственно, меньше вероятность, что он скользнулся на пол. Да. Дети любят, с собой играть на посадку. Ну, вот я говорю, дети и пожилые люди. У меня мама пришла, поскользнулась на керамогонит. Неприятный. Конечно, конечно. Пожилые люди падают, у них что-нибудь сломается, потом долго заживает. Это вообще тяжело. Вот. И еще, то, что я сказала, видите, вот то, что он теклинкий. Вы можете под него сделать теклые полы, можете не делать. Он всегда. А? Можете использовать, наверное. У него просто теплоизоляция больше, чем у керамогонита. Поэтому эффективность меньше будет работа. Да, эффективность будет меньше. Будет работа, но меньше, естественно. Вот. И еще у него очень хорошая звукоизоляция. И у него отсутствие токопроводящих. То есть, вот почему его используют зачастую в общественных заведениях, где требуется. Но вы же сейчас компьютеров ставите, много электрики. Вот это накопление статики, это одна из проблем. С современным материалом искусственным. Здесь этого, этой проблемы нет. То есть, вот достаточно много материалов. Но, как любой искусственный материал, который создан человеком, он имеет, конечно, некоторые проблемы в плане дизуализации. То есть, рисунок повторяется. То, чего в натуральном покрытии нет. Повторяется рисунок. Фактура на сегодняшний день, она максимально приближена к натуральному покрытию. За счет вот этой вот шероховатости, брашированности. По цвету большой выбор цветов. Поэтому, вот, ну, с моей точки зрения, в очень больших помещениях он все равно смотрится, как искусственный материал. Потому что, ну, в кухне не всегда большие ванны, не всегда большие, то есть, коридоры. Вот где входная зона, вот, допустим, пятачок, где мы заходим на наш шар, мы делаем керамограммин. То здесь я бы посоветовала вот такой материал, по стилю. Эффекта будет. Он не царапается, да? Он у него, рисунок и стойкость начинается с 34 класса. Первый, который мы начинали завозить сюда, в Уфо, он шел с 43 класса. Ну, 43 класса, это общественная, это вот коридор супермаркетов, коридор гостиниц. Там, где люди ходят туда-сюда, постоянно-постоянно. Но на квартиры, поскольку большую часть все равно покупают квартиры, коттеджи, такая износостойкость, она просто не нужна. Мы переплачиваем за то, что мы не будем использовать. Соответственно, вот, наверное, исходя из наших пожеланий, исходя вот как бы из реального рынка на сегодняшний день, производители стали предлагать уже 34 класс. Я считаю, что 34 класса в квартире за глаза хватает. Нет у нас такого.